ну вот мы находимся в процессе строительства телепорта с которым честно говоря куча проблем потому что приходится мотаться по всему содружеству собирает медную проволоку то еще что-то постоянно что-то не хватает да и установить его еще тоже проблематично потому что вот здесь он явно не получается чтобы он стоял должен стоять вон там в середине чуть дальше но вот его переставлю потом уберу эти коврики скамейки и проблема еще и с энергией потому что необходимо было поставить два генератора по 10 плюс еще один генератор на 5 так как еще пульт жрет и все остальное ну да босс вроде как бы поставил все как видно дело к ночи все готово к старту так сказать максим последнее слово мне рассказывает о том что как всегда какая у нас цель для чего мы идем бабла и все так можете послушать посмотреть забыли активировать мы точнее не активировать сказать проктору играм что готовы к старту сейчас скажем ей погнали да еще телепорт только для одного персонажа спутники туда не берутся поэтому спутники к сожалению остаются дома что они говорят нам вот петров держи будет чем отмахаться случае чего держишь дежурь скоро вернусь отмахаюсь сам если чё но правда отмахиваться не пришлось в этот раз отмахиваться мы будем позже вот мы в институте на что находится чуть севернее развалин обычного института но находится под землей поэтому туда попасть можно только с помощью телепорта но пока что на данный момент опускаемся в лифте вдруг с нами начинают разговаривать какой-то отец из его монолога мы узнаем что он знает о нас достаточно много как ни странно хорошо можно и послушать посмотреть оглянуться на институт кстати очень красиво все все ходят белых халатиках заняты делом много научных сотрудников ну и все такое много синтов роботов как первого поколения второго так треть первого поколения эти это те которые просто в виде скелета второе это уже с необходимым панцирем так сказать а третье вообще не отличишь людей потом мы во второй лифт садимся едем уже наверх приезжаем небольшой такой вот номер так сказать в кавычках тот вот за стеклом ребенок сидит доступа к дверям и всему остальному данный момент у нас нет никакого мы его окликаем пытаемся с ним поговорить но ребенок как ни странно впадает в панику при попытке его успокоить у него еще больше развивается панический страх и на просьбу открыть дверь и истерика странно все это но вдруг в дверях появляется мужик какой-то произносит звуковой код и ребенок останавливается как вкопанный так мы знакомимся со своим сыном шона который действительно сын который уже вырос он нам пытается объяснить что институт преследует благие намерения все такое сохранение расы человеческой на земле это все понятно диалог кстати очень долгий с ним на самом деле вот из этого есть два выхода значит либо согласиться сотрудничать что мы пока сбегать не будет либо все-таки порвать с ним контакт но в этом случае нам необходимо будет идти назад в лифт мы даже по институту не сможем походить мы его спрашиваем как насчет матери на что он нам говорит что все-таки это несчастный случай сопутствующий ущерб тем самым оправдывая килога ну честно говоря после таких кровь закипает слов это все понятно ну как видно холодный расчет движет ладно бог с ним раз холодный то пусть холодный расчет у нас же задание есть институте нам нужно найти доктора ли и проникнуть в лабораторию вержева для того чтобы забрать сыворотку мы же все-таки обещали как-никак поэтому конце концов при разговоре с отцом так сказать как его называют нам приходится все-таки согласиться на сотрудничестве с институтом все я согласен я согласен на ваше кайло и на вашу лопату вот и правильно извините но только для того я согласен чтоб вернуться сюда с ними наперевес и и разнести вашу контору в бейниной маме обязательно разнесем но это будет в следующей серии пока в этой серии мы в общем соглашаемся и идем обследовать институт можно побродить по отделам посмотреть что тут интересного поискать коробочки в них поискать ядерные заряды стимуляторы и все такое да очень красиво что и говорить очень чисто светло красиво все такое братьев по институту мы видим что он состоит из нескольких отделов отдела возвращения синтов военный отдел отдел бионауки да кстати нас все синты принимают как за своего ну то оно и видно вот заходим в военный отдел именно здесь мы найдем доктора ли здесь мы сейчас обнаружим полигон для испытания оружия но небольшая такая комнатка где можно взять винтовки патроны к ним ну все такое вот это вот кстати дверь как ни странно закрыта но пока что закрыта надеюсь что в будущем удастся ее разблокировать и узнать что там скрывается дальше кстати интересный момент релейная граната синтов это граната которую если мы кинем появляется вспышка синего цвета и появляется робот в этой вспышке после этого он атакует наших врагов если у нас с институтом положительные отношения если у нас отрицательные отношения то он как ни странно становится на сторону института и начинает атаковать нас точнее на сторону врагов вот мэдисон ли мы с ней разговариваем можно будет в ее компьютер залезть посмотреть записи там есть сомнения в относительно деятельности института нам необходимо ее уговорить для того чтобы она ушла с нами в братство стали иначе мы не сможем запустить проект для воссоздания огромного робота но для того чтобы она ушла с нами необходимо ей доказательства в том что институт творит темные делишки и она нам дает задание проникнуть в лабораторию вержила и узнать все там кстати по поводу чипа охотника сначала непонятно конечно для чего но потом но потом все таки доходит что он служит для перемещения в институт из института ну хорошо ладно не будем же мы каждый раз телепортом пользоваться ну в общем заходим в лабораторию вержила видно что здесь шоу бой комнаты сильно пострадали можем обнаружить боеприпасы несколько синтов лежащих в разных позах кстати здесь нас еще и встретит один штурматрон с которым придется повозиться но это не так уж и страшно на самом деле он без гатлинг лазера будет насколько я помню ходим изучаем собираем чё нам интересно необходимо парочка турелек тоже мы выводим из строя потом еще будут турельки и вот наконец мы приходим в главную комнату где были исследования и мы узнаем что оказывается это институт сделал супермутантов ты ж сказал что ты пошел в ларек за спичками а кто мог знать что у них там ювелирная мастерская серега ну вот как то так ну вот как то так Продолжение следует...